Приветствую вас, вы знаете, я помню ваш вопрос, помню вашу ситуацию, если мне не изменяет память, вы задали два платных вопроса, где описывали точно такую же историю, точно такую же ситуацию, вот, по сути, и мне, конечно, здесь не очень понятно, зачем вы задаете еще один похожий вопрос, если, в принципе, вы уже выдавали этот вопрос, и вы получали ответы на, ну, на него, да, на свой вопрос, то есть, почему вы не выбрали себе эксперта, с которым вы могли обсудить, обсудить вашу ситуацию более подробно, вот, здесь, если честно, мне не очень, не очень ваша позиция ясна, вот, то есть, так или иначе, я вот, читаю ваш текст, да, я понимаю, что написано, понятно, но все равно слишком много остается вопросов, да, и самый главный вопрос, это вопрос к вам, для чего, для чего вы все это делали, да, то есть, одно дело, что вы себя вините, да, вина, это, у вас, явно, деструктивная, в том смысле, что она ничего хорошего вам не дает, вот, и если вина деструктивная, то, соответственно, скорее всего, именно для ньота, для вины, вы это все и делаете, то есть, по итогу, вы стремились именно к тому, чтобы, ну, чтобы себя обвинить, по итогу, да, то есть, это, конечно, ну, это, конечно, один момент, да, то есть, разобраться нужно с вашей виной, чтобы вы себя не обвиняли, вот, ну, каждый раз, да, чтобы вы себя не винили, чтобы, если вот вы что-то делали, да, например, просто вот, если вы что-то делаете, допустим, вот, то, чтобы вы отдавали себе отсчет в этом, в том, что вы делаете, вот, и если вы что-то делаете, да, то, чтобы, делая, делая, вы знали, чего вы хотите, вот, чего вы хотите, к чему вы стремитесь и что вам нужно, вот. А так, получается, просто, просто, понимаете, так, получается, что все ваши действия, это изначально стремление, изначальное стремление к вине. Так вы хотите себя винить, в этом вы чувствуете себя лучше, легче, обвиняя себя. Это первое. Отсюда прямо вытекает история о том, что у вас заничена-заничена самоценка, вот, и вследствие этого вы попадаете в треугольник Карпмана, в котором, по сути, играет роль жертвы. То есть это вот та роль, которую вы сейчас, эээ, играете. Та роль, которую вы сейчас реализуете. То есть это роль, опять же, вот, непринятия личной ответственности, с одной стороны. Не принятия личной ответственности за то, что вы делаете. То есть здесь важно, эээм, не винить себя. Здесь важно, скорее, понять, чего вы хотите. Понять, что вам было нужно, почему вы это делали. То есть если вы делали это, например, потому что вам хотелось любви, это одно. Но если вы делали это, потому что вам, ну, потому что вы хотели, например, почувствовать себя в безопасности, да? Вот. А это совсем другое. То есть разные вещи. Понимаете? Вещи разные и, но за всеми ими, за ними, за ними стоят ваши желания. За ними стоят ваши потребности, по сути. И то, что вы делаете сейчас, это пытаетесь свои потребности как-то, значит, ну, принизить, скажем так. Ну, вот. А из этого редко, когда получается что-то хорошее. Вот. Это, значит, такой аспект. Это такой аспект. А теперь, что касается, значит, эээм, мужчины. Да, по поводу треугольника Карпмана, еще хотел бы сказать, что, посмотрите его самостоятельно, да? Ну, изучите, изучите его, треугольник Карпмана. Вот, чтобы вам лучше было, значит, ну, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Вот. Чтобы вы лучше отдавали себе отсчет в том, что я вам говорю. Вот. Вот. Теперь, то, что касается, эээм, вашего мужчины, да? И его соответствующего поведения. Здесь история следующая. Я не думаю, что мужчина, он хочет вас бросить, потому что он и хотел вас бросить, он более давно это сделал, вот. Я не думаю, что он хочет вас бросить. Я думаю, что ему, скорее всего, действительно неприятно, ему действительно больно, вот. Но, тем не менее, его мысли, да, его помыслы, они не совсем чисты, вот. В том смысле, что человек, он хочет вас подчинить, вот. Как это видится мне, как это видится мне, что человек хочет вас именно подчинить. Он хочет, чтобы вы находились вот в его подчинении. Он хочет, чтобы вы, например, себя обвиняли, да, он хочет, чтобы вы себя обвинили. И он может делать с вами все, что хочет, вот. Он может делать все, что ему угодно. И он может, с одной стороны, быть с вами, вы ему, правда, не безразличны, в этом я, в этом я уверен. Ну, человек, явно, не готов жить с вами именно в свободных отношениях, вот. А человек хочет жить с вами в отношениях исключительно только таких вот, ну, таких подчиненных отношениях. Ну, вот, что, безусловно, является, конечно, признаком его незрелости, да, и, ну, по сути, такой же безответственности, как у вас, да. То есть, вот, насколько безответственны вы в своем поведении, да, то есть, ну, как безответственность, то есть, поймите меня правильно. А, значит, когда человек себя винить, да, обвиняет, обвиняет, это уже безответственность, вот. Потому что обвинениями вы ничего не добьетесь, это очевидно, что это обвинение себя и его, да, ну, просто ничего не добьетесь, это совершенно очевидно, я надеюсь, вот. А, поэтому обвинять себя, да, именно обвинять себя, не имеет смысла никакого. Вот. А, я думаю, я думаю, что, я думаю, что, как только вы возьмете, вот, ответственность за то, что вы хотите, за то, что вам хочется, вот. Ситуация сразу нормализуется, ситуация будет, по крайней мере, ну, для вас, по крайней мере, понятна. То есть, по крайней мере, вы сами будете понимать, ну, вообще, вот, что вам нужно, что вам нужно и чего вы хотите. Вот. Вот. И, в чем вы, в чем, в чем вы нуждаетесь? Вот. Мужчина ваш тоже ответственность не дьет, потому что, вроде бы, он вас простил, но в то же время, понятно, да, что он этого не сделал. То есть, понятно, что он вас не простил. И, понятно, что он вам не может доверять, скорее всего, теперь. Вот. То есть, опять же, да, это не какие-то, ну, это не претензии вам, да, это не претензии, потому что он-то, в принципе, он-то, в принципе, согласился, вот, он согласился с вами в отношениях вступить. Поэтому, я не думаю, что вам есть за что винить именно себя, вот, но, как бы, это, по сути, ничего не меняет, потому что человек, вот, он вас вроде бы простил, вроде бы, не такой, а толк, что он вас простил, да, вот, какой толк от этого, что он вас простил. Никакого, по сути. Ну вот, получается, такая история, что он вас, на самом деле, он вас не простил. Нанесли мы ему, нанесли вы ему вред, какой-то, значит, ну, своими действиями? Нанесли ли вы ему какой-то вред? Если нанесли вред, то, на мой взгляд, вред, этот вред, это вред самолюбию, его самолюбию и гордостью. Потому что любящий человек поступает так, как поступает ваш мужчина, да, он просто-напросто не будет. Вот, это вот, то, что можно вам сказать. Что это означает, это означает, что вы задели его самолюбие. И, может быть, именно поэтому он и вас удерживает, и именно поэтому он вам стит. Потому что вы-то ему не безразличны. Вот, это правда, вы ему не безразличны. Но его не безразличие, в данном случае его не безразличие проявляется в желании вам причинить боль. Вот, как бы там ни было, и что бы там ни было, вот, человек хочет причинить вам боль. Поэтому, тут, мне кажется, самолюбие. То есть, изначально вы им нравились, и, может быть, это могло бы вырасти в какое-то такое светлое чувство. Хотя, опять же, здесь вероятность этого достаточно мала, потому что, если человек так себя ведёт, значит, скорее всего у него изначально уже были какие-то трудности с уверенностью в себе, с внутренней гармонией и так далее. Вот, что сейчас вот только так. А я думаю, да, скорее всего ему больно, но какая это боль. То есть, это, на мой взгляд, это не та боль, не такая боль, знаете, когда, ну, когда любишь, да, любишь кого-то и тебе больно, что больно другому, например. Да, или ты хочешь сделать другого человека счастливым. Вот, мне кажется, это не та боль абсолютно. Это боль, скорее, эгоистичная. Вот. А я понимаю, что вам, может быть, неприятно будет слышать эти вещи. Вот. Понимаю, понимаю прекрасно, но, тем не менее, лучше, если вы узнаете правду, да, чем будете дальше страдать. Вот. Так или иначе, отношения ваши нездоровые, так или иначе, отношения ваши явно строятся на обиде. Вот. И лучше, что вы можете сделать, если хотите сохранить отношения с этим человеком, лучше, чтобы это отдалиться от него, да, то есть перестать, например, от него все ратребовать, вот, и, в общем-то, никак с ним не взаимодействовать. То есть, при условии, если вы живете, допустим, в США, да, и у вас нет возможности, допустим, физически уехать, да, вот, то отдалитесь от него, хотя бы, вот, чисто физически отдалитесь от него, вот, чтобы, ну, он увидел, что вы устали, ему что-то доказывать, чтобы он увидел, что вы устали, ему что-то объяснять, чтобы он увидел, что вы устали. Эти дорогие, да. Образоваться. Образоваться, кстати, вообще не надо, потому что, когда человек образоваться, да, он, по сути, только еще больше виноват basis становится, вот. Поэтому вам нужно просто до человека донести свою основную позицию и условия, которые вам нужны для выстраивания отношений. Условия ваши, не его, да, а ваши, ваши условия, и если вы на эти условия согласны, вряд ли вы в отношениях с ним остаетесь. Если нет, то, соответственно, тут уже вы выбираете сами. Вот либо вы уезжаете от него, либо вы, соответственно, остаетесь, но живете с ним, грубо говоря, как соседи, да, вот, и до тех пор, пока не организуете свою собственную жизнь в, вот, этой стране, в стране, где вы находитесь сейчас. Вот. Мне кажется так. То есть мне представляется история вот такой. Вот. Это то, что вам нужно сделать. Это то, что для вас будет максимально комфортно, ну, максимально, полезно. Вот. Потому что в других случаях, да, вот, ну, в остальных случаях. В остальных случаях просто отношения будут постоянно идти по кругу. Это будут обиды, это будут претензии, это будет какое-то прощение и так далее. Вот. И у мужчины не будет мотивации что-ли менять. В том числе и по отношению к вам. И в какой ситуации вы оказываетесь в явном, на мой взгляд, в проигрыше. Вот. А это, как вы понимаете, недопустимо, недопустимо. Вот. В принципе, я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Я вроде бы все моменты основные сказал. Вот. На ваш вопрос я ответил. Вот. Надеюсь, что этого будет достаточно и вы поймёте до себя всё что хотите. Вот. Другое дело, что человека вы спасаете. То есть, вот вы жертва, да, вот, ну, это очевидно, что вы жертва. Опять же, треугольник Карпмана, посмотрите. Вот. А вы жертва, вы ведёте себя как жертва, к сожалению. И будете жертвой, вы спасаете своего мужчину. Но поэтому вы говорите, что вот я его вытащил там из дерьма и так далее. Вот. Ну, сделали вы это для него или вы сделали это для себя? Вот мне почему-то кажется, что вы это сделали для себя. Вы делали это для себя. Вот. Вы это делали не для него вы это делали, а вы это делали именно для себя. Как раз таки. Вот. Почему вы это делали для себя? Ну а зачем вы это делали для себя? Это уже вопрос, это уже вопрос к вам, чего вам не хватало. Какие желания вы преследовали? Но то, что вы говорите, что я вот его спасала, я вот там его вытаскивала, а он там вот такой сакой и так далее, это, к сожалению, говорит о том, что вы зависимы, вот. И что вам это было нужно, ну, это нужно именно вот для того, чтобы повысить самооценку, чтобы искупить грехи, например, если вы обвиняете себя в том, что, ну вот, в том, что изменяли там, допустим, мужчине, да, и так далее. Вот, если тут что-то было вот корыстное, а любая корысть в отношениях, это ещё большая зависимость. Поэтому вот есть связка определённая между тем, что вы чувствуете себя или чувствуете, или чувствовали себя, значит, как вы говорите, падшей девушкой, да, вы чувствовали себя падшей девушкой. Вот, есть разница между тем, что, точнее, есть связь, есть связь, есть связь между тем, что вы чувствуете себя падшей девушкой и тем, что вы его пытаетесь спасать, вот, вы пытаетесь спасать мужчину, вот. Вот, если есть между этими двумя вещами связь. И мне кажется, что эта связь очень плохая, в первую очередь она вредит вам, во вторую очередь она вредит молодому человеку, который с вами, потому что это передаётся тоже, вот. Ну и третье, обратите внимание, как относится к вам ваш мужчина, да. Обратите внимание на то, как он к вам относится, как он тебя сам ведёт, обратите внимание, что он не воспринимает вас всерьёз. обратите внимание, что он не боится вас потерять, обратите внимание на то, что он вас, по сути, обманывает, вот, обратите внимание, что вы, значит, при ссорах, да, вот именно при ссорах вы не приходите к никаким решениям, то есть вот никаким решениям вы не приходите вообще, это просто ссоры и все, вот, обратите, пожалуйста, на это внимание, это отражение того, как вы относитесь к себе, то есть вот то, как партнер относится к вам, отражает то, как вы относитесь к себе, и, конечно, раз отношение партнер не ахти, то и вы относитесь к себе тоже не ахти, и, соответственно, в первую очередь, корректировать нужно именно это, и потом уже всего остального, вот. Вот. Ещё один момент, который хотел бы заметить, да, это момент, когда вы по сути, когда вы по сути называете, значит, ну, скажем так, когда вы называете мужчин мальчиком, мальчиком, вот. То есть я, конечно, я, конечно, не знаю, вот, но мне думается, думается, что не самая лучшая идея называть мужчин мальчиком, то есть если вы их так называете, значит, у вас, вероятно, для этого есть какие-то свои основания, ну, то есть вы, вероятно, как-то вот, принижаете мужчин, то есть обесцениваете их, вот. Подсознательно, подсознательно вы это делаете, подсознательно вы и мужчин обесцениваете, вот. И таким образом, я полагаю, имеете для себя какую-то выгоду, вот. Как правило, эта история идет из детства, когда принижают людей, потенциальных партнеров, вот. То есть тут нужно смотреть, откуда у вас и как сформировалось подобное отношение к мужчинам. Потому что абсолютно ничего хорошего, если вы будете считать мужчин мальчиками, у вас не будет абсолютно ничего хорошего не будет. В целом, я бы сказал, что вам желательно избавиться от чувства вины, вот, поработать с целями, с тем вообще, зачем вам, зачем вам вообще мужчина, зачем вам вообще отношения, для чего они вам, какую вы, роль, придаёте этим самым отношениям, вот. И, соответственно, после этого уже исходить из данных целей. Вот так, мне кажется, нужно с вами устраивать работу. Потому что, то, что вы так негодяете к мужчинам, ну, это не то, чтобы странно, это просто опасно, опасно для вас. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи.